Клеточная иммунотерапия Клеточная иммунотерапия В онкологическом центре в рамках клеточной терапии развиваются представленные здесь направления. Это создание технологий мезонсимальных стволовых клеток, разработка генетически модифицированных клеток, активированная ТНК-лимпоциты, создание противопоказных вакцин на основе дендритных клеток, которые находятся на разных этапах экспериментальной и доклинической разработки. Но прежде всего надо отметить, что эффекторы врожденного иммунитета играют определяющую роль в противоопухолевом иммунном ответе. Это натуральные кирры, которые, к сожалению, немного, они должны быть активированы, ну и полученные вне организма в этих корпоральных условиях тем или иным образом активированы лимфоциты. Это цики или лаки. Ну, несмотря на то, что это направление имеет достаточно длительную историю, тем не менее, сейчас зарегистрировано более 800 клинических исследований, которые в целом демонстрируют увеличение безрецидивного периода и общей выживаемости пациента. Ну, вот здесь мы представили ту схему, которую использовали для получения активированных лимфоцитов из периферической крови или иных источников, в частности, из так называемых опухолеинфолитрирующих лимфоцитов, выделенных из опухолевых эксудатов пациентов, в последующих активации интерлекином-2, в результате получается вот такая активно пролиферирующая популяция активированных форм, которые приобретают характеристики иммунобластов или пролимфоцитов, и активно делятся. В том числе их возрастает, появляются на них активационные маркеры, и что важно отметить, не увеличивается в этой популяции активированных лимфоцитов содержание супрессорных и регуляторных клеток, и существенно возрастает против опухолевых токсических активов. Ну, вот в свое время в центре имени Блохина были проведены в рамках внутреннего протокола клинических исследований иммунотерапии, внутриполосной иммунотерапии больных с опухолями, плевритами, асцитами и перикардитами. В общей сложности было включено 203 больных, где была показана достаточно высокая эффективность в плане регрессии к судатам. Ну, в частности, вот этот слайд демонстрирует эффективность лечения опухолевых асцитов у больных с диссиминированным раком личника, токсана-платина-резистенцией, объективный ответ достигал 86-87%. При этом и такие показатели, как маркер СИА-125, также достоверно снижали. Кроме того, в целом ряде случаев была отмечена регрессия опухолевого узла по большому сальнику после проведенной иммунотерапии. Ну, кроме этого, еще группу примерно из 12 больных составляли пациенты с опухолевыми перикардитами или сочетанными выпадами перикардит и плеврит, где тоже удавалось при локальном введении в течение двух недель в большинстве случаев справиться с этой проблемой. Еще одно перспективное направление применения активированных лимфоцитов у АКО или ЦИКО – это профилактика рецидивов заболевания в одевантном режиме. У больных, условно радикально оперированных больных немелкоклечным раком легкого проведение вот такой поддерживающей адаптивной иммунотерапии в течение двух лет, максимального периода с максимальной вероятностью рецидива для этих пациентов, выживаемость увеличилась, как мы видим, в пяти, особенно девятилетние, более чем в два раза. Данные японских исследователей, у нас тоже этот протокол был, но небольшое количество было пациентов. Итак, на сегодня применение вот этой достаточно простой технологии активированных лимфоцитов, циков или лаков в результате проведенного мета-анализа, в который включено было 1800 пациентов, показало, что хотя полная частичная регрессия приближается только где-то к 12%, однако суммарный эффект у пациентов с различными видами солидных заболеваний достаточно существенный, где-то приближается к 70%. Ну и вот последние данные, они свидетельствуют о том, что подобная терапия может быть использована при таких репрактерных рецидивирующих опухолях, как нейробластомы. Ну, вот сегодня уже говорилось о опухолеинфильтирующих лимфоцитах. Хочу только подчеркнуть, что несмотря на то, что здесь, конечно, заявляются достаточно высокие эффекты, но следует сказать, что достаточно сложная эта технология, и вот сколько удается выделить из опухолеинфоцитов, чтобы потом из них нарастить достаточное количество клеток для проведения иммунотерапии. Ну, надо сказать, что здесь есть некое лукавство, потому что к этим тилам, конечно, в счете добавляются обычные лимфоциты, и получаются те же сайки или лаки. Ну и кроме того, здесь достаточно много всяких включается терапевтических стратегий, поэтому точно оценить эффективность этого метода, я думаю, не представляется возможным. Ну и вот эти наши данные, которые здесь представлены по иммунодисхимическому оценку опухолеинфильтрирующих лимфоцитов в опухоле яичника, свидетельствуют о том, что лимфоциты могут быть представлены не только цитотоксическими популяциями, но это могут быть и терегуляторные лимфоциты, и макрофагальные клетки, которые, как известно, могут рассматриваться как стимуляторы роста опухоли. Ну и на сегодня самым перспективным направлением считается разработка генетически модифицированных лимфоцитов с химерным токлеточным рецептором, которые способны распознавать опухоль, ассоциированные антигены, и могут рассматриваться вот уже как кардитная адоптинная иммунотерапия. Но как следует из этой схемы, это чрезвычайно сложная, трудоемкая, ну и весьма дорогостоящая операция, которая состоит из целого ряда этапов выделения антиклеток, их трансфекции, потом удаления магнитных шариков, на которых они были введены, и введения в организм. Ну, вот 20-летний опыт применения этих разработки и применения клинических исследований таких карт и клеток показал, что достаточно высокую эффективность они показали при Б-клеточной гемобластолу вплоть до полной ремиссии. На сегодня уже одобрено два препарата для картерапии Б-клеточной лимфомы. Однако, следует сказать, что при солидных опухолях, несмотря на то, что сегодня уже проведено и еще проводится более 200 клинических исследований, эффективность остается не такая уж высокая, несмотря на то, что различные были использованы варианты. Полный и частичный эффект составляет примерно 12%, то есть существенно не отличается от ЛАК и ЦИК-терапии. Суммарный эффект пока равен 46%. Хотя есть уже данные о том, что подобная технология картер-клеток, в частности антихер-2-специфические клетки, оказалась эффективной при лечении рамдомиосаркомы и остеогенной саркомы. Одна из проблем применения существующей технологии картер-клеток с использованием вирусной трансдукции, постоянной трансдукции химерным рецептором, являются значительные выраженные побочные эффекты. Это так называемый цитокиновый шторм и аутоиммунные реакции, направленные на нормальные клетки организма. Поэтому сегодня уже разрабатываются способы инактивации этих введенных в организм лимфоцитов, которые в своей пролиферации порождают клоны, несущие на себе такие же т-клеточные рецепторы, вплоть до формирования химерных лейкозных линий. Мы предлагаем более простую, усовершенствованную технологию получения этих генетически модифицированных клеток. Мы выбрали в качестве вмешивания HER2, поскольку он экспрессируется на целом ряде опухолей. И взяли за основу ту технологию, которую показывали раньше, технологию лак-клеток, которая трансфицируется посредством электропорации. То есть мы получаем временную трансфекцию, и через 2-3 пассажа эти клетки начинают терять свои химерные генетические свойства, превращаются в нормальные лимфоциты. Поэтому их обычные эффекты невелики. Но вот была создана такая кольцевая плазмида, было показано, что действительно происходит трансфекция достаточно эффективно. И вот здесь генетически модифицированные эти анти-HER2-НК клетки взаимодействуют с клетками мишени. Это рак яичников HER2-позитивный, окрашенный прижизненным зеленым красителем. И вот видно, как активно они просто... Эти клетки, да, вокруг них формируется такой мощный вал, и клетки эти просто гибнут. Ну и если вот добавить пропедии гид, то видно, что в основном вся популяция околевых клеток является просто погибшей. И этот эффект явно более выражен, чем просто активированные лимфоциты. Ну и в контроле мы видим здесь небольшой уровень спонтанной регрессии. Ну и вот опыты инвитера показали, что достаточно высокий уровень лизиса целевых клеток, где-то порядка 87%, по сравнению с 53% просто активированных, не модифицированных лимфоцитов. Ну, это видно и на представленных фотографиях, когда анти-HER2-Карт-НК клетки взаимодействуют вот с еще пока живыми зелеными клетками, а через 12 часов инкубации при добавлении пропедии гида видно, что все эти клетки уже явно не жизнеспособны. То есть они обладают достаточно высокой специфичностью и более высокой, значительно более высокой токсической активностью по отношению целевым клеткам, экспрессирующим ХЕР2-рецептор по сравнению просто с активированными лимфоцитами. Ну, вот и на мышах, иммунодефицитных мышах с привитой опухолью СКБР-3, это рак молочной железы ХЕР2-позитивный, торможение опухолевого роста составило 86%. Ну и вот здесь представлена гистологическая картина опухоли этих мышей до и после введения генетически магнифицированных карт ТНК клеток. Вот на верхних фотографиях видно, что здесь характерная для аденокарцинома гистологическая картина с формированием таких аденоподобных узлов, заполненных опухолевыми клетками, в то время как после введения активированных лимфоцитов, генетически магнифицированных лимфоцитов, видим, что эти опухолевые узлы заполнены, эти структуры опухолевые заполнены активированными лимфоцитами, и вот видите, это тот же самый фрагмент, но практически пуск опухолевых клеток в этой структуре, в аналогичной структуре. Нет, то есть гистологический вариант показывает, что происходит мощная инфильтрация опухолевых узлов активированными лимфоцитами, они же генетически магнифицированы, и опухолевые клетки в своем значительном количестве практически полностью подвергаются гибели. Ну, и надо сказать, что вот этот вариант оказался достаточно хорошо переносимым, по крайней мере, опыты на мышах острой хронической токсичности и на собаках не выявили выраженных побочных эффектов. Поэтому в заключении надо сказать, что хотя на сегодня не удалось пока получить при соли дуб опухоли каких-то чрезвычайных результатов, но нам представляется, что это направление весьма перспективно, и если все-таки будет возможность тогда-то выйти на клинические испытания, я думаю, что можно будет рассчитывать на достаточно весомые клинические эффекты. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. Продолжение следует...